МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обвиняемый в получении гигантской взятки мэр Бышгорода снова пошел в суд. А им все янтарная роса. В Риминской области снова гудят помпы нелегальных старателей. Первое непопулярное решение нового правительства. Сегодня Кабмин объявил новую цену на газ. Кто теперь будет платить больше, кто меньше, и какие компенсации готовят власти для населения, все знает Ирина Романова. ТОП-тема сегодняшнего заседания – новая цена на газ. Какие суммы ожидать украинцев в платежках с 1 мая? Вот что отвечает профильный министр. Какое имеет значение, на сколько процентов будет? Вот как будет принято, людей интересует платежка, правда, которая приходит. Вот увидите, что они будут приятно удивлены. Тайную завесу над новыми тарифами приоткрывает Степан Кубев. Изменение цены на газ, говорит первый вице-премьер, обязательства перед МВФ, и его нужно выполнять. С 1 травня 2016 года для побудовых споживачей разгребная цена уменьшается с 71,88 грн до 68,70 грн за кубичный метр. Казалось бы, цена снижается, но вместе с этим отменяют льготы для тех, у кого есть газовые котлы. Этой зимой тот, кто не превысил лимит в 1200 кубов, платил в два раза меньше – 3600 грн за 1000 кубов. Теперь же, по словам премьера Гройсмана, цена на голубое топливо будет для всех одна. Независимо от того, есть котел или нет, бытовой потребитель или промышленный – 6879 грн за 1000 кубов. Это будет остальная смена цены на газ в жизни нашей страны. Навколо этих всех вещей всегда были оборудки, которые принослили миллиардные доходы тем, кто имел правы на газовом рынке. Поэтому мы сейчас будем все делать для того, чтобы социальная справедливость была установлена. Малоимущие могут рассчитывать на субсидию, веряет премьер. К тому же правительство подготовило в Раду два компенсационных законопроекта. Об отмене налогоблажения пенсий с 1 мая и увеличении минимальной зарплаты пенсии прожиточного минимума на 10% с 1 декабря. Деньги, обещает министр финансов, в бюджете найдут. Законопроектом предпочитается увеличить темпы подвищения размера минимальной зарплаты. С 1 грудня 2016 года пропонуется поднять до 1600 гривен. Субвенцию на надание пильг и житловых субсидий населению на оплату житловых коммунальных послуг пропонуется увеличить на 5 млрд 269 млн грн. Облгазам правительство поручило за год установить миллион счетчиков. А тем потребителям, у кого их нет, посоветовало пока платить по нормам, установленным кабином в марте прошлого года. И игнорировать решение высшего админсуда, который эти нормы в январе увеличил. После этого решения, облгазами в одностороннем порядке начали до нарахования домогосподарства деньги за спожитый газ от 500 до 1500 гривен. Я просил бы на автогаз, вы проведите работу, чтобы включали разум, когда начинают какие-то до нарахования делать. Другое обращение уже не по газу Гройсман адресовал министрам. Посоветовал тщательнее подбирать кадры. Напомню, замминистра экологии Виктор Концурак фигурирует в коррупционном скандале. В 2011-м при Януковиче он входил в состав тендерного комитета при министерстве, который купил спутниковое фото территории Украины у австрийской фирмы за 49 миллионов гривен. В то время как один из харьковских вузов предлагал такие же снимки за 250 тысяч. И сегодня же Кабмин одним решением уволил с должности первого замминистра здравоохранения Александру Павленко, а другим назначил исполняющим обязанности главы Минздрава Виктора Шафранского. Теперь слово за парламентом. Ирина Романова, Сергей Килимник. Подробности для канал Интер. И с нами на прямой связи вице-премьер министра регионального развития строительства ЖКХ Геннадий Зубко. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, господин министр, с чем связано сегодняшнее решение Кабмина? Ну, в первую очередь, я хочу поведомить, что сегодня Кабмин министров принял решение про установление цены на газ. Это вопрос должно было бы отрегулировать с 1 травня, потому что с 1 травня вступала в действие цена 7188. Поэтому было принято решение про установление импортного паритета вартости на газ, которое на сегодняшний день отвечает к количеству 6879. И, в принципе, это то вопрос, которое относится взагал выхода на рынковые отношения, на рынок газа, согласно тех законов, которые были приняты передним урядом. Господин министр, я прошу прощения, все же скажите, насколько вырастут тарифы и как быть в этой ситуации малообеспеченными, если они не смогут платить? Ну, в первую очередь, хочу зазначит, что полноважность сегодня Кабмин министров – это установление цены на вартость газа. Встановление тарифов – это повноважение НКРЄКП, которое будет выходить из той цены, которая установлена Кабмином министров, и, соответственно, к каждому поставщику або типовой энергии, або газу будет установлено тариф. То, что касается и завдания уряда, которые стоят на этот период. В первую очередь, это то, чтобы при вартости рынковой цены на газ не постраждало незахищенное население, и те люди, которые сегодня имеют возможность отримать и право отримать допомогу государству, в виде субсидий, они их отримают. И уже на сегодняшний день 5,4 миллиона. Дома господа раз такую допомогу отримают. Господин министр, извините, но 5,5 домохозяйства, о которых вы только что говорили, это, в принципе, немало, если им всем положено субсидии. На сегодняшний день государство может гарантировать эти выплаты? Денег, грубо говоря, хватит или нет? 18 миллиардов практически было витрачено на субсидии в минулому году. На этот год заплановано 35 миллиардов денег. И мы видим, что самая возможность выплатить субсидии абсолютно есть, наявность денег есть. И сегодня мы хотим еще раз обратиться к гражданам. Если вы имеете право от отримания такой субсидии, вы должны обратиться за наданием такой допомогой. Завдание державы на сегодняшний день, чтобы те люди, которые имеют право на субсидии, ее отримали, те люди, которые сегодня могут платить за газ, должны сплачивать вартись газа. Спасибо. Мы говорили с вице-премьером и министром регионального развития строительства ИЖХХ Геннадием Зубко. Очередной саммит Украина-ЕС перенесли. Его проведут не 19 мая, как планировалось, а в сентябре. Это совместное решение Петра Порошенко, президента ЕС Дональда Туска и главы Европейской комиссии Жанна-Клода Юнкера. По словам замглавы администрации президента Константина Елисеева, цель переноса сугубо прагматичная. Все участники саммита стремятся достигнуть более значимых результатов. Но вот когда точно состоится встреча, согласуют в июне в Брюсселе. Вашингтон не определял для Киева дату проведения местных выборов на оккупированном Донбассе. Об этом сегодня заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на пресс-конференции по итогам своего визита в Киев. Она опровергла информацию, которую накануне распространили некоторые нардепы, о том, что от Украины требуют организовать голосование уже в июле. Мы не называли никаких конкретных дат относительно того, когда должны состояться выборы. Обязательное условие для их проведения – безопасная обстановка и полный доступ миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории Донбасса. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы имплементировать минские договоренности, в которых речь идет об обеспечении гражданам Донбасса реального права избрать своих представителей, именно своих представителей, а не марионеток, навязанных Москвой. Зам госсекретаря США в очередной раз подтвердила, санкции с России не снимут, пока Кремль не выполнит свою часть минских соглашений. А ограничения, связанные с аннексией Крыма, останутся в силе, пока полуостров вновь не станет украинским. В то же время, по словам Нуланд, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и финансово, и технически. И это зависит не от выполнения минских соглашений, а от реализации реформ. Нуланд рассказала, во время непродолжительного визита успела встретиться с президентом, премьером, спикером и депутатами от всех фракций. И улетает домой с чувством оптимизма, что украинские политики готовы продолжить реформы, в первую очередь экономическую, судебную и антикоррупционную. В эти минуты в Печерском райсуде столицы решают, отстранять ли Алексея Момота от исполнения обязанностей мэра Выжгорода. Напомню, его подозревают в получении крупнейшей взятки в истории Украины, 1 миллион евро. Есть ли уже решение суда? Давайте узнаем у Ольги Рыцарь, моя коллега с нами на связи. Оля, расскажи, пожалуйста, какие самые последние новости? Да, Алексей, добрый вечер. Ходатайство прокуратуры об отстранении мэра Выжгорода Алексея Момота от должности. Печерский райсуд Киева рассматривает уже пятый час. И в эти минуты судья удалила совещательную комнату для вынесения решения. Ну а с самого начала заседания в зале присутствовал всего лишь один прокурор и пять раз защитников Момота. Адвокаты сразу же попросили об отводе прокурора. Якобы этим делом должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро. Они аргументировали это тем, что сумма взятки, которую инкриминирует Момоту, превышает 500 минимальных зарплат. Это означает, что якобы киевская прокуратура не уполномочена вести это дело. Ну а сам прокурор отрицал такие заявления о подводе и аргументировал это тем, что все материалы этого дела под грифом секретны и передавать их уже в другое ведомство нельзя. Криминальным процессуальным кодексом чітко визначено, что данная категория справ расследуется выключено НАБУ. Это справа подслідно НАБУ. А они это узнали с 14 квитня 2016 года. Не в 8, в 9, сколько заканчивается? В 9.30 ранку. На данный час существует постанова про призначение группы прокурора в данном криминальном проведении на действие полноважения криминального проведения, яка не оскаржена на данный час и, конечно, никому не скасована. Я, как прокурор, наделенный данными полнованиями прокурора. Гриф секретности снимаю тот орган, который его накладал. В данном факторе это прокуратура Киевской области. Судья ходатайства о подводе прокурора не удовлетворила. Сам прокурор просил отстранить Мамота на 2 месяца на время расследования от занимаемой должности. Якобы он может давить на свидетелей и уничтожать улики. Мамот будет мать и может слоевность, використовывать наданную ему владу для перешкоджения криминального проведения, выполнять незаконный влияние на свидетельство, на свидетельство, работников Вижгородской области, своих подлогих, изменить их давать неправильные свидетельства, снищить, сховать или спотворить любые из вещей или документов, которые имеют источное значение для установления обставин криминального правопорушия. Ну и напомню, что Алексея Мамота подозревают в вымогательстве взятки на сумму 1 миллион евро в строительной компании за застройку микрорайона. Но после того, как за него внесли залог в 5 миллионов гривен, Мамота выпустили на свободу и он приступил к выполнению своих обязанностей. Ну и вернется ли он на свое рабочее место, пока что неизвестно. Я думаю, что это станет известно с минуты Алексей. Спасибо, Оля, за информацию. На связи с подробностями была Ольга Рыцарь. Очередной судья попался на взятки, на этот раз в Днепропетровской области. 10 тысяч долларов требовал у бизнесмена. За вознаграждение обещал узаконить земельный участок с самостроем. Судью и его помощника сотрудники СБУ задержали прямо в кабинете при получении части мзды 7 тысяч долларов. В генпрокуратуре сегодня искали взрывчатку. Там проходит всеукраинская конференция прокуроров, на которой делегаты избирают членов квалификационно-дисциплинарной комиссии. По словам прокурора Владислава Куценко, с самого утра в ведомство неоднократно поступали звонки о якобы минировании здания. Однако взрывотехники ничего подозрительного не обнаружили. Какое-то попытка взрывать демократическое собрание, чему не знаю. Адже вимога прямо прописана законом, что прокуроры должны обраться органы прокурорского самоврядувания. Как раз была перерва. Представники специальных служб зайшли до зала, все переверили, вибухивку не знали. И снова конференция продолжила свою работу. Непобедимые черные старатели. Уже месяц в Рименской области работает оперативный штаб, а янтарь как добывали незаконно, так и продолжают добывать. Вот свежее видео, отснятое пограничниками в трех разных районах области. Моют янтарь, как всегда, с помощью мотопомп. Причем старатели не таятся. Все попытки сотрудников оперативного штаба хоть как-то помешать незаконной добыче практически бесполезны. Копатели их просто игнорируют, иногда даже оказывают сопротивление. Но так на прошлой неделе бойцы нацгвардии попытались попасть на одно из месторождений в Заречнинском районе. Но несколько сотен людей заблокировали их. И, как нам стало известно из наших источников, несколько часов назад СБУшники изъяли около полутонны нелегально добытого янтаря. Нашли его в цехе у римненского предпринимателя. А на Закарпатье продолжают незаконно вырубать лес. Полицейские вывели свежие вырубки прямо на границе со Словакии. Кто причастен к контрабанде, пытались выяснить наши корреспонденты. Это следы вырубки на границе со Словакией с украинской стороны. Длина просеки 30 километров в Ужгородском, Перечинском и Великобрезнянском районах области. Кто рубил лес, пока неизвестно, но вывозили кругляк за границу, хотя закон это запрещает, утверждают в нацполиции. И даже называют сумму ущерба 12 миллионов гривен. Со стороны Украины отсутствуют какие-то подъездные дороги. И какие-то тренировочные волоки отсутствуют. Фактически весь лес забирался со стороны Словакии. Вырубали по нашей противной информации. Это Словакия. А кто им дав дозвью? Встановлю. Полицейские утверждают, лесорубные билеты выдавались Чопскому пограничному отряду. Государственные лесхозы должны были контролировать рубку и вывозь лесопродукции. А лесники заявляют, у них нет доступа на приграничные территории. Контроль вырубки – задача самих пограничников. Сгідно всього нашего законодавства, всю деятельность, всю деятельность между линией кордона и инженерными спорудами, эта деятельность покладена на Чопский прикордонный, на прикордонную службу. Они ведут за ней контроль. В погранотряде, по сути, комментировать не желают. Предлагают дождаться результатов расследования. Тем временем не утихает другой лесорубный скандал. 17 апреля активисты задержали на границе со Словакией несколько десятков вагонов с древесиной. Закарпатские общественники пошли пикетировать СБУ. На таможне и прокуратуре тоже подробно ничего не объясняют. Говорят, идет проверка. Мы не можем говорить про то, что это за деревня. Когда у нас будут выяснения экспертов, мы уже сможем как-то на это реагировать, смотреть, есть там порушения законодавства или нет. Мы не можем впливать на швидкость экспертизы. С момента, когда активисты задержали вагоны с древесиной, прошло почти две недели. Сейчас они в Мукачеве. Точку в этом вопросе могут поставить только эксперты, которые дадут заключение, что именно пытались вывезти за границу обычные дрова или контрабандное сырье. Напомню, премьер-министр Гройсман поручил председателю государственной фискальной службы Роману Насирову срочно разобраться, кто стоит за вырубкой и контрабандой леса и передать материалы в антикоррупционное бюро. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Под Одессой неизвестной обстреляли пассажирский микроавтобус. Все произошло на трассе, ведущей в Киев. Маршрутка как раз выехала из города в направлении столицы. И в этот момент с обеих сторон ее зажали два автомобиля, БМВ и Тойота. Злоумышленники открыли огонь по микроавтобусу из травматического оружия и сразу скрылись. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Полиция уже объявила план перехват. Трагедия в Еленовке. Поселок этот находится под Донецком, на Мариупольском направлении. Сейчас его контролируют боевики. Ночью там произошло несколько взрывов. Погибли 4 человека. Подробности в материале нашего военкора Александра Пантелеймонова. По сообщениям боевиков, взрывы прогремели около 3 часов ночи. Это произошло прямо на территории контрольно-пропускного пункта боевиков. Несмотря на позднее время, там находилось несколько гражданских автомобилей. В результате взрывов 4 человека погибли, 8 ранены. Наши военные говорят, примерно за час до этого боевики провоцировали их огнем из стрелкового оружия. Затем внезапно прекратили стрельбу. В ночи действительно был сделан обстрел со стороны боевиков наших позиций. Это был обстрел со стрелковой оружия, на который наши военные не отреагировали. В ответ вагон не ввел. В соответствии с минскими домовленностями, наша тяжелая оружия предоставлена за межу размешивания. Основная версия штаба АТО – провокация со стороны боевиков. Военные утверждают, тяжелого вооружения на передовой давно нет. А ночью они ни разу не открывали огонь на этом участке. Пропуск автомобилей по трассе Мариуполь-Донецк сейчас приостановлено. Уже станом на 7.20 на данном КПВ на выездном направлении очікувало близко 80 автівок и 5 автівок на въезд. Боевики фактично сранку майже не здействовали пропуску осіб с неподконтрольной территории, а позже взагалі его призупинили в обоих направлениях. С утра на месте происшествия работали представители ОБСЄ, но подробный отчет о причинах трагедии пока не опубликован. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Пять сторонников исламского государства задержаны в Киеве. СБУ поймало потенциальных террористов на съемной квартире. Иностранцы планировали получить фальшивые документы и отправиться в зону сирийского конфликта. Из Украины сторонников ИГИЛ уже выдворили. Только в прошлом году, по данным СБУ, из страны выслали 25 потенциальных террористов, а 6 членов ИГИЛ, которых разыскивал Интерпол, задержали для дальнейшей экстрадиции. Франция же приняла одного из самых опасных преступников в мире. Салаха Абдеслама экстрадировали из Бельгии в условиях строжайшей секретности. Что его ждет в стране, в которой он со своими сторонниками организовал ряд кровавых терактов, София Гордиенко продолжит. И дату и способ этапирования во Францию самого охраняемого подсудимого тщательно скрывали. О том, что Абдеслама вертолетом отправили из Бельгии, не знал даже его адвокат. Я не знаю, насколько возможно будет предоставлять ему теперь мои услуги, так как он во Франции, а мое бюро находится в Брюсселе. Сфена Мари называли адвокатом дьявола, ему угрожали и даже нападали. Его малолетние дочери вынуждены ходить в школу в сопровождении полицейских. Похоже, что переезд подзащитного мэтр воспринял с облегчением. В последнем интервью газете Liberation он характеризует Абдеслама как малолетнего идиота из Маленбека с интеллектом пустой пепельницы, который воспринимал мир как жестокую компьютерную игру. Что касается ислама, то оказывается террорист и Корана не считал, а лишь интерпретации в интернете. Будет ли после таких признаний мэтр Мари и дальше защищать Абдеслама неизвестно, но во Франции за террориста уже взялся Фрэнк Бертон, один из самых известных адвокатов страны. Пока о клиенте отзывается сдержанно. Мы живем в республике и я буду сопровождать парня, который хочет и будет давать показания. Если бы он сказал, что умрет со своей тайной и никогда ничего не скажет, я бы не взялся за это дело. Сегодня Фрэнк Бертон приехал из родного Лиля в Париж на первое заседание суда. В отличие от бельгийского коллеги, журналистов он деталями не балует, интервью пока не дает. София Горденко, Василий Трешковский, подробности, телеканал Интер, Брюссель. Разведчиков на переправе меняют. Кадровые перестановки в немецких спецслужбах. Почему попросили уйти главного разведчика Германии? И кто придет на его место? Татьяна Лагунова подробнее. Главный разведчик Германии уходит в отставку с 1 июля и не по собственному желанию. Герхарда Шиндлера, который возглавлял БНД, Федеральную разведывательную службу Германии, более 4 лет. Попросили раньше срока выйти на пенсию. Новость об отставке Герхарда Шиндлера стала более чем неожиданной. Первыми о возможном увольнении сообщили немецкие СМИ со ссылкой на анонимные, но достоверные источники в правительстве. Мол, на кадровых перестановках в ведомстве настаивает лично Ангела Меркель. Сегодня информацию подтвердили официальные лица. Да, уходит, причины не разглашаются. Впрочем, о них можно и догадаться. В последнее время шеф о разведке не критиковал только ленивый. Из-за шпионского скандала, в котором оказались замешанные немецкие спецслужбы. Выяснилось, что немцы помогали американцам прослушивать телефонные переговоры и отслеживать электронную переписку европейских политиков и компаний. Господин Шиндлер несет ответственность за просчеты в работе разведки. Он отвечает за то, что селекторы американских и немецких спецслужб использовались в том числе против партнеров и друзей. Шиндлера несколько раз вызывали на ковер в Бундестаге. Он признал, что недостаточно контролировал работу ведомства. Пообещал депутатам провести реформу разведывательной службы, но не успел. Теперь этим займется его преемник. Кто станет новым главным разведчиком Германии, уже известно. В ведомстве канцлера назвали имя Бруно Каль. Ему 54, юрист по образованию, работает в Министерстве финансов и считается доверенным лицом главы ведомства Вольф Гангашойбля, который, как известно, выступает за жесткую политику в сфере безопасности. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Это не все подробности дня. Вот что узнаете из второй части выпуска. Бандитский Киев. В столице всего за сутки совершили два дерзких вооруженных нападения. ВИП-заточенец. С каким комфортом будет ждать приговора подозреваемой в организации аферы элита центра? Полицейских обстреляли накануне вечером в Абалонском районе столицы. Неизвестные открыли огонь из травматического оружия в ответ на просьбу предоставить документы. Один патрульный получил ранение в голову и руку, второй в плечо. Сейчас оба в больнице, их жизнь вне опасности. Нападающие сразу пытались скрыться, но их удалось задержать прибывшему на место подкреплению. Открыто уголовное производство по статье «Покушение на жизнь правоохранителям». Грозит стрелкам до 15 лет тюрьмы или пожизненные. Это житель пригорода Киева, который в настоящее время не работает. Ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу из магазина. Ставится вопрос в прокуратуре и суде об избрании ему меры пресечения. Назначены соответствующие экспертизы, которые ответят нам на вопросы о его состоянии возможного алкоголя, наркотического опьянения. И еще одна перестрелка в Киеве. Сегодня утром в Дарницком районе на автомобильной стоянке двое неизвестных напали на водителя. Трижды выстрелили в него из огнестрельного оружия. С легкими ранениями мужчину госпитализировали. Нападавшие скрылись, их разыскивают. Вот все, что нам сообщили в пресс-службе столичной полиции. Заточение в апартаментах. Главный подозреваемый в организации крупнейшей жилищной аферы элиты центра Александр Шахов отбывать круглосуточный домашний арест теперь будет в квартире площадью 300 квадратных метров. Ее цена на рынке приблизительно 2000 долларов в месяц, если арендовать. Подольский суд Киева сегодня дал ему добро на переезд. Елена Митясова подробнее. Под круглосуточным домашним арестом, но без дома. Главного подозреваемого скандальной аферии элита центра Александра Шахова из квартиры, где он поселился после выхода из СИЗО, выдворила хозяйка. Как говорит его защита, у нее не выдержали нервы. Прожил там главный элитчик всего-то пару недель. За этот промежуток времени неоднократно врывались, ну не в саму квартиру, а в парадную врывались представители средств массовой информации. Защита Шахова просит суд позволить ему переехать на новое место жительства. Помочь с квартирой согласился некий Поляков. Суд пришел лично это подтвердить. Представился приятелем Шахова, фрилансером. Суду показал документы, квартиру для друга арендовал на три месяца. Уже и оплату внес 6 тысяч долларов. То есть стоимость аренды в месяц 50 тысяч гривен. Жить Шахов будет на 300 квадратах. Защиту и тех, кто так и не дождался квартиры от элиты центра, это возмутило не на шутку. В тот момент, когда потерпели проживают в палатках, Шахов снимает квартиру многоповерховки, 300 квадратных метров за 2000 долларов. В этот же час он ездит на броневанных мерседесах и ходит с охраной. И у меня есть подозрение про то, что громадянин поляков, который снимает в интересах его квартиры за 2000 долларов, это и есть подставная особа, которая получила от Шахова деньги, выманывая у потерпелых. Сам Шахов судебные слушания считает полным абсурдом. Говорит, на свободу вышел по закону Савченко. В СИЗО провел 7,5 лет. Засчитали ему их как 15. Хотя приговора так и не дождался. Свой срок он считает, уже отсидел и без того. Хотя в суде дело, по сути, только начали рассматривать и уже несколько заседаний подряд зачитывают обвинительный акт. По закону Савченко я должен был просто освобожден. То есть сейчас я уже под домашним арестом, хотя я отсидел практически срок от звонка до звонка. Суд еще может идти лет 10, да? И что это предполагается, что я все время буду сидеть в какой-то квартире. Напомню, скандал с аферой элита центра разразился 10 лет назад. Тогда компания Шахова, по версии следствия, по три раза перепродала одни и те же квартиры в недостроях разным покупателям. Пострадавших около 2000 человек. На них, по подсчетам следствия, элита центр заработал не меньше 100 миллионов долларов. Сообщники Шахова, Терентьев и Цыганок свое уже отсидели в тюрьме и вышли на свободу. Еще один подельник в бегах, он якобы и забрал деньги инвесторов. Защита Шахова заявила о своем намерении обжаловать меру пресечения подзащитному в апелляционном суде. Надеются добиться снятия Шахова электронного браслета и отмены круглосуточного домашнего ареста. В Одессе активисты сегодня восстанавливали палаточный городок возле здания мэрии, снесенный вчера во время потасовок. А депутаты горсовета в это время собрались на сессии. Наиболее скандальные вопросы с повестки дня сняли, а начали заседание с минуты молчания. Почтили память погибших 2 мая во время массовых беспорядков в городе. О трагических майских событиях говорили и полицейские. Отчитывались о результатах расследований пожара в Доме профсоюзов, во время которого погибли 42 человека. По словам начальника следственного управления уже изучены все материалы. Теперь эксперты сверяют лица на видео и фото с предполагаемыми участниками беспорядков. Теми, кто бросал коктейли Молотова и избивал людей, пытающихся выбраться из пылающего здания. Все лица эти установлены, просто сейчас проходит процесс сбора доказательств. Все, вот как только мы соберем эти доказательства, путем проведения вот этих экспертиз, допросов лиц, мы сразу же сможем уведомлять о подозрении лиц. Всего на одну десятую процента меньше ООО Поблока. Чуть больше восьми у самопомощи и ровно восемь процентов отдали бы свои голоса за блок Петра Порошенко. На пятом месте радикальная партия. У нее почти шесть с половиной процентов симпатиков. Остальные партии, согласно опросу, не прошли бы в парламенту. Блок Петра Порошенко втратил символичный статус лидера электорального рейтинга. Це дуже важливо и це дуже показово. Увесь негатив громадської думки, повязаний з негараздами в країні. Відповідно, можна прогнозувати, що зниження електорального рейтингу партии «Солідарність» блоку Петра Порошенко, вона прискориться. Надежду Савченко готовят к екстрадиції. Такова официальная версия тюремщиков. Сегодня вони даже попросили українську пленницу заполнить необходимые документы. Родственники, як і сама заложниця, эту новость восприняли настороженно. Почему, знает Данил Русаков. В Новочеркасском СИЗО сестра Надежды, Вера, а также помощник депутата Савченко Олег Мезенцев провели почти два часа. Тюремщики разрешили передать пленнице питательные смеси. Их включают в рацион для выведения из сухой голодовки. По словам Веры, сотрудники Федеральной службы исполнения наказания попросили лётчицу заполнить специальную анкету. Туда внесли данные родственников. Вплоть до дедушек и бабушек. Официальное объяснение, сведения нужны для процедуры экстрадиции. Однако сама Надежда подозревает, бюрократическая активность может быть связана с этапом. Прежде это было трудно сделать по медицинским показателям. Причина сухая голодовка. Сейчас, когда она завершена, чисто теоретически препятствий для перемещения в колонию нет. Накануне в следственный изолятор к украинской пленнице допустили консулов. Детали разговора не разглашаются. Ранее Пётр Порошенко сообщал о предварительных договорённостях между Киевом и Москвой о возвращении надежды на родину. Тогда же украинский президент попросил не комментировать и не вмешиваться в процесс, чтобы не навредить. Одно ясно точно. Надежда останется в местных застенках, как минимум до тех пор, пока не вступит в законную силу приговор Александрову и Ерофееву. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Ирину Геращенко не впустили в Беларусь. Вице-спикер парламента и представитель трёхсторонней контактной группы по освобождению заложников в Минске оказалась в чёрном списке нежелательных лиц. Это выяснилось в Минском аэропорту и только после ноты протеста украинского МИДа белорусы выдали Геращенко время. на разрешение до 25 мая. По возвращении в Украину Ирина Геращенко заявила, её работу блокируют намеренно с целью сорвать Минские переговоры. Также, по её словам, ещё 20 апреля Киев предложил обмен пленными в формате 25 на 50 перед пасхальными праздниками, но боевики такой обмен проигнорировали. Вдоль линии столкновения от оккупированной Горловки до Донецка нарастает напряжение. Сегодня ночью боевики снова ударили из тяжёлых орудий по селу Зайцево. Также не утихает огонь в Авдеевской промзоне. Больше расскажет Ирина Баглай. За эту ночь около десятка новых воронок. По словам армейцев, вражеские ряды пополнили российские наёмники и бьют они прицельно. Утром артиллерию сменил снайпер. В районе села Зайцево установлены наблюдательные камеры миссии ОБСЕ. Несмотря на это, боевики просто сменили режим обстрелов, перешли на ночной, чтобы огневые точки было трудно засечь. Видите, набили школы, она возле Терекона, а она сзади карьера. Ближе к Пасхе возрастает интенсивность огня и в районе Авдеевской промзоны. Слухи, что Захарченко поставил задачу взять этот объект. До майских праздников уже дошли и до десантников. Мы знаем, что там уже всё стоит. Грады, танки их не есть. За мостом и там пост ГАИ, они очень сильно укрепились. Передвижение по Донецку колонной техники в сторону Есиноватской развязки подтвердили и местные жители. В ОБСЕ заявили, что боевики сосредоточили в Луганске. Грады и самоходные гаубицы Гвоздика. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Сегодня на военном полигоне под Киевом Петру Порошенко демонстрировали новейшее тяжёлое вооружение. Современная система управления огнём и миномёты. Вся техника украинского производства. После осмотра президент заверил, процесс переоснащения украинской армии продолжится. На завершальной стадии перебывают работы створения сучасных комплексов управления и модернизации систем залпового огня и других проектов. С значимым достижением успешно проведены в березне этого года первые выпробования отчизняно-высокоточного снаряда «Вильха». Это и снаряд до системы залпового огня «Смерч». И это успешное выпробование даёт впевнение с позитивным результатом его разработки. Усиленные меры безопасности и регулярные спецоперации. Правительство Туниса после двух прошлогодних крупных терактов в столице Национальном музее на Центральном проспекте пытается вернуть в страну туристов. Удалось ли найти и наказать террористов ИГИЛ и безопасен ли Тунис для путешественников сейчас? Эксклюзивный репортаж нашего САПКОРа Вениамина Трубачёва. Морепродукты сюда привозят прямо с кораблей. Это центральный рынок Туниса. Здесь рыбу покупают как местные, так и туристы. Глаза разбегаются от разнообразия. Рыбный рынок работает только утром. Вот осьминоги, креветки. А дальше свежевыловленный тунец. Продавцы говорят, что такая туша потянет килограммов на сто. Конечно, целиком такую рыбину никто не купит. Мы её режем на части и продаём. Возьмите, не пожалеете, она очень вкусная. Чуть дальше на прилавках свежие овощи и фрукты, приправы и зелень. Но съёмку внезапно прерывает вот этот человек. Он представляется сотрудником спецслужб и просит показать документы. Полиция? Полиция. А что, какая-то проблема? У меня падает проблема. Секретный секрет. Такие усиленные меры безопасности сейчас по всему Тунису. На улицах много вооружённых полицейских. Даже выставка организована, где демонстрируют новенькие бронемашины и современные внедорожники. Символично, что выставка, посвящённая антитеррористической деятельности, проходит в самом центре Туниса, совсем недалеко от места, где в прошлом году боевики исламского государства взорвали автобус с личной охраной президента. Тогда погибли 12 телохранителей. От автобуса ничего не осталось. А в Национальном музее террористы расстреляли 21 туриста. Огонь вели из автоматов. Теперь территория музея за высоким забором, а попасть внутрь можно только после полного досмотра. Ещё и рамка безопасности установлена на входе. Посетителей в музее стало значительно меньше. Понятно, что люди боятся, но терроризм – это международная проблема, и мы с этим боремся. И эта борьба довольно успешная. После дерзких терактов в столице для сотрудников спецслужб стало делом чести навести порядок. По всей стране провели спецоперации и уничтожили ячейки террористов. Они проиграли больные террористы. Они думали, что может быть Тунис это как Сирия, как Ирак, как Либия. А получается, что милиция стреляет. А кто защищает милицию? Это люди, обычные люди. И медврач-стоматолог учился в Украине. Говорит, что сейчас в Тунисе уже вполне безопасно, хотя отмечает, что туристов пока немного. Бороться против вот этих терактов только одно способ. Не надо их бояться и жить нормально. Надо поездить, надо путешествовать, надо гулять. Правда, в стране продлили чрезвычайное положение до 22 июня. Министр иностранных дел объясняет, что это лишь меры предосторожности. Люди могут свободно гулять, посещать рестораны, общественные места. Для обычных граждан чрезвычайное положение означает, что нужно просто быть бдительными. В бдительности Туниссам не откажешь. За один час, пока мы снимали на рынке и в центре города, спецслужбы проверили документы и осмотрели технику трижды. Вениамин Трубачев и Владимир Дедов. Подробности, телеканал Интер, Тунис. Еще один громкий теракт произошел в прошлом году в тунисском городке Сус. Боевик исламского государства прямо на пляже расстрелял около 40 человек. Как охраняется туристическая зона сейчас, год спустя, смотрите завтра в подробностях. Американская интрига близка к развязке. Бизнесмен Дональд Трамп и бывший госсекретарь США Хилари Клинтон сделали еще один шаг к досрочному выдвижению в президенты от своих партий республиканской и демократической. Накануне в пяти американских штатах проходили праймерис. Клинтон одержала победу в четырех из них. Этим она почти обеспечила себе досрочное выдвижение, не дожидаясь съезда партии, который пройдет в июле. Трамп выиграл во всех пяти штатах. Его оппоненты по республиканской гонке губернатор Огайо Джон Кейсик и сенатор Техаса Тед Круз признали поражение. Однако борьбу продолжат. Я одержу победу. Игра окончена. Все понимают, что результат очевиден. Этим двоим нечего бороться. У них нет шансов догнать меня. С вашей помощью мы приедем на съезд демократической партии с необходимым количеством голосов. Мы объединим нашу партию и выиграем выборы, чтобы строить Америку, в которой каждый будет развиваться, а не наоборот. Как без билета долететь из Москвы в Петербург? Мастер-класс от московской школьницы. Подробности этой истории в нашем обзоре. 11-летняя москвичка сумела сама без билета прилететь из Москвы в Петербург. Девочка вслед за взрослыми пассажирами прошла в стерильную зону Внукова, а оттуда на борт самолета. Задержали ее уже в Пулково. Школьница говорит, что хотела просто полетать. В Рочестере 12-летняя американка случайно пробежала полумарафон. Лиа Дианес Родригес Эспада зарегистрировалась на 5-километровый забег, но по ошибке стартовала с другой группой атлетов. Лишь на полпути она поняла, что пробежала больше, но не стала сходить с дистанции. На финише девочку ожидала мама, полицейская и памятная медаль. Результат юной спортсменки 2 часа 43 минуты и 31 секунда. Суровая челябинская экзотика. Местный век-бордист проехался по городским лужам и грязи сезон открыл Артем Несытых. Он рассекал по уличным водоемам следом за автомобилем. Ролик сопровождает девиз. Настоящий экстрим, лужи и грязь. Хорошо, что с этим в нашем городе проблем нет. Электрокар с доплатой. В Германии покупатели электромобилей и гибридных авто будут получать бонус в размере 4 тысяч евро. Об этом после продолжительных дебатов договорилось правительство страны с автоконцернами. Расходы поделят пополам. Всего на премии планируют потратить миллиард 200 миллионов евро. В Германии устанавливают лежачие светофоры специально для любителей уткнуться в смартфон. Мигающие индикаторы появились в Аугсбурге. Они сигнализируют о приближении транспорта к пешеходному переходу. Ранее в городе произошло два инцидента, когда местные жители из-за гаджетов чуть не угодили под трамвай. В Нидерландах отмечают День Короля. Традиционно жители королевства надевают на этот праздник одежду оранжевого цвета, который является фамильным для правящей аранской династии. Также по всей стране проходят свободные базары. Каждый может продавать на улице все, что угодно. Видео мощной вспышки на Солнце опубликовало НАСА. Именно этот всплеск радиации на прошлой неделе вызвал радиопомехи и перебои со связью в некоторых регионах Земли. При этом ученые уверяют, такое явление не способно физически повлиять на здоровье человека. Этот ролик был создан благодаря обсерватории солнечной динамики, которая непрерывно следит за Солнцем. Вернет ли Кличко звание чемпиона мира? За два месяца до матча реванша в английском Манчестере состоялась пресс-конференция двух супертяжеловесов. Владимир Кличко снова встретился с Тайсоном Фьюри, человеком, который в тяжелом поединке выиграл у него четыре чемпионских пояса. Какой настрой у спортсменов и почему Кличко послал Фьюри прямым текстом? Все происходило на глазах у нашего британского сапкора Светланы Чернецкой. На манчестерской арене Владимир Кличко впервые перед прессой появляется вовремя и незаметно. Фьюри заставил себя подождать. Появился, как всегда, с эпатажем и помпой. Под музыку медленно спустился по ступеням арены в сопровождении шумной группы поддержки. Перед Фьюри расставлены трофеи и четыре пояса, которыми еще совсем недавно владел украинец, и которые планирует вернуть назад. С прессой Кличко поделился. Неудачу переживал очень эмоционально, много анализировал. И совсем неожиданно закончил свою вступительную речь крепким словцом. Фьюри сделал много неуважительных заявлений. Вот несколько примеров, что все гомосексуалисты должны сидеть в тюрьме, что место каждой женщины на кухне либо на спине. Вот какими он видит Элтона Джона и королеву. Всем, кто так думает, и самому Фьюри я отвечу Тайсон действительно за языком особо не следит. Расист, сексист, гомофоб, какими только титулами его не награждали за высказывание. Во время этой пресс-конференции новые перлы не прозвучали, но без шоу не обошлось. Меня же вообще нельзя называть спортсменом. Я вам покажу, как я выгляжу. Вот, посмотрите, жердяй. Тебе должно быть стыдно, что жердяй тебя победил. Фьюри удалось то, чего не смогли многие боксеры до него. Он прервал 11-летнюю полосу побед украинца и лишил его титула чемпиона мира. Фьюри по кличке Цыганский Король соперник поистине гигантский. Превосходит кличко и в весе, и в росте, и в размахе рук. Еще и моложе на 12 лет. У меня есть опыт, профессионализм, подготовки к поединкам. Первый поединок с Фьюри показал мне, что нужно сделать и чего не нужно. Матч-реванш состоится 9 июля здесь же на Манчестер-арене. Одной из самых больших крытых арен в Европе. Ее вместимость 21 тысяча человек и это свидетельствует об ажиотаже вокруг исторического боя. Психологически проще в Манчестере будет Тайсону Фьюри. Это его родной город и поддержка у него будет соответствующая. Но для Владимира Кличко это очередной вызов. Ему придется доказать, что его поражение это всего лишь досадная ошибка. Если ему это удастся, он станет трехкратным чемпионом мира. А таким достижением может похвастаться только лишь Мохаммед Али. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова